Оскар, ты готов снимать видео? Ну что? Ты не хочешь про это рассказывать? Не хочешь совсем про это говорить? Ну что ты мурчишь? Ушастый, друг. Ушастый, друг. Дорогие мои, всем огромнейший привет. Я очень рада видеть вас у себя на канале. Сегодня хочу затронуть такую достаточно деликатную тему. Тему материнства, тема воспитания. Она настолько индивидуальна. То есть что-то для кого-то приемлемо, для кого-то неприемлемо. Я бы хотела сегодня с вами поделиться некоторыми, скажем так, моментами в своей жизни, через которые прошла я со своим ребенком и чему я научилась. Это такая будет информация, чисто основанная на моем опыте, из которой вы можете что-то для себя взять. У меня сейчас на данный момент дочка, ей 4,5 года. У нас с ней огромная просто вселенская любовь, я не знаю, как это по-другому назвать. Это просто что-то нереальное, но я хочу сказать, что так было просто не всегда. Те отношения, которые сейчас у меня есть между мной и дочкой, они, скажем так, много претерпели всяких ситуаций, чтобы к этому прийти, чтобы я была именно в том осознании, понимании своего ребенка. Она точно так же, какое-то доверие. И то есть вот это по цепочке, по цепочке выстраивалось все. И, конечно, сейчас я так же далеко не идеальна. Наши отношения далеко не идеальны, я в том числе, но я к этому стремлюсь. Давайте, в общем-то, начнем. По ходу действия будет ясно. Я тут выписала на листочке себе некоторые тезисы, да, чтобы не забыть и по ним пройтись. Хотелось бы вообще начать с того, что я думаю, что, в принципе, любая мама, любая девушка сейчас вхожа в соцсети, интернет, инстаграм, вконтакте. Сейчас вообще, если честно, какой-то бич просто на мамочек, да, которые там либо у них шикарное тело, либо у них там шикарная жизнь, куча детей, все у них замечательно, вегетарианство, правильное питание и так далее и тому подобное. И когда ты на это смотришь, будучи сидящей с ребенком вечно орущим, с немытой головой, и там какой-то маникюр, педикюр, и все у них замечательно, а у тебя нет, значит, наверное, что-то с тобой не так. Или с твоим ребенком что-то не так. Вот ты вышла на площадку, там одна мамаша говорит, да, у меня ребенок там поглощает все, прекрасно кушает, прекрасно спит, мы с ним спим там до 10 часов. Ты думаешь, блин, у меня ребенок там через каждый час орет, и ты не понимаешь, что с ним делать. В таких моментах иногда наступает отчаяние или вообще какой-то анализ себя неправильный, я считаю абсолютно. То есть, насколько я хорошая мама, насколько я все правильно делаю. Если взять сам начальный период, когда я узнала, что я беременна, он, во-первых, так начался, сумбурно немножко, то есть, он у меня начался с болезни низа живота, и я была уверена, что у меня вот-вот, ну, то есть, там была задержка небольшая, да, и я думала, что вот-вот у меня придут месячные. Я показал две полоски, одна из них была неявная, и тут, естественно, у меня куча мыслей, я не понимаю, что это такое я беременна, или у меня что-то не так. Потом я пошла к врачу, это вообще долгая история с врачами, была угроза на начальном этапе, то есть, как-то вот супер порадоваться за то, что я беременна, я в этот момент, наверное, не успела, что ли. Будучи в утробе, с ребенком я практически не разговаривала, хотя многие врачи, и вообще, в принципе, психологи, и все книжки нам советуют. Не могла я, вот просто не могла. Я не могла разговаривать с тем, что у меня в животике, при том, что я понимала, что это мой ребенок, я понимала все ответственность за него, то есть, я следила за питанием, какие-то вот моменты, я всегда слушала врача, который у меня был, то есть, что можно, что нельзя. Далее произошло, собственно, что рождение, и так получилось, что у меня было кесарево, оно было экстренное, то есть, меня пустили в роды, я не смогла, к сожалению, сама родить, у меня была плохая родовая деятельность, у меня была эпидуральная, получается, то есть, я была в сознании, я видела, как из меня достали ребенка, я, первое мое слово было, спасибо Господи, потому что я увидела, что с ней все в порядке. Вторая мысль была, которая у меня, Господи, на кого она похожа, потому что это суперотекший ребенок, у нее далеко посажены глаза, ну, у нее, в принципе, и сейчас, но это просто не так сильно заметно, и реально, вот этого чувства, что, о, Боже, я родила, это мой ребенок, аллилуйя, там, она такая красивая, или, ну, какие-то вот такие вот моменты, опять же, которые мы читаем там на форумах, или смотрим у кого-то, не было у меня такого. Как-то вот по пунктикам копилось, да, вот это, не знаю, в голове, втыкание себе в голову, что, возможно, со мной что-то не так, возможно, я вообще не готова к материнству. Когда мне ее принесли в роддоме, дали в руки там на второй день, это было такое, знаете, самое, наверное, странное знакомство в моей жизни, вообще, в принципе, потому что ты понимаешь, что это твой ребенок, ну, как бы ты его родила, это твое все, ты сейчас внесешь его домой, и он будет с тобой жить. Какой-то вот безумной любви, или вот чего-то такого, но не было у меня, честно. Года через два, наверное, я поняла, что все-таки у меня была послеродовая депрессия, с которой я думала, что никогда не встречусь, вообще, я думала, что послеродовая депрессия преследуют только тех, у кого там плохие отношения в браке, или же нету помощников. Далее начался такой период, уже более осознанный, да, уже как-то ты понимаешь, что у тебя ребенок, все замечательно, и тут уже начинаются такие, скажем так, постулаты, да, там, не пеленать, не давать соску, что там еще, не качать на руках, не класть с собой в кровать. Своего ребенка я не пеленала ровно до того момента, пока я не поняла, насколько ей это необходимо. Когда я ее запеленала, мы заспали, начали спать крепким сном, и я, и она. То же самое было с соской, пока соску я ей не дала, до 8 месяцев, пока у нас не вылезли зубы, мой ребенок спал крепким сном, и мы тоже. Дальше, конечно, началась жесть, вступает в силу вот это, не класть с собой. Я сейчас просто дико жалею, что мы с мужем так долго откладывали этот момент. Просыпалась каждый час, наверное, она дохотела на ручки, то, чтобы ее укачать, нужно было еще час на это потратить, а то и полчаса. То есть мы с мужем менялись пополам. Он мне тогда купил креслокачалку, и ближе к полутора годам, может быть, это год и два было, или полутора года, мы стали ее класть к себе, и, аллилуйя, мы начали все спать. Также одно из важных правил, это понимать, что лучше для тебя. Потому что ты, мама, тебе вставать с утра, тебе ее кормить, тебе потом еще там надо с ней погулять, еще кушать, успеть приготовить, еще убраться в доме. У тебя как минимум должны быть на это силы, потому что организм тоже, ресурсы организма, они не безграничны. Следующий момент, это покричит и успокоится. У меня у ребенка были истерики. Я кладу ее там в кроватку, и все, начинается ор, то есть она хочет ко мне. У меня накрывал, у меня реально был невроз, мне кажется, потому что, ну, по-другому это не назвать. Ну, вот, наверное, после родовой депрессии. Я не знала, что с этим делать, я могла и закричать, и потом я уже просто начинала, закрывала дверь, оставляла ее в кроватке и уходила в какую-нибудь другую комнату, потому что я понимала, что у меня начинается состояние аффекта. То есть, ну, вот я сейчас скажу очень плохую фразу. Я начала понимать женщин, честно, которые там в порывах вот таких вот, там, ну, не знаю, плохое что-то делают с ребенком, там, выкидываются окна или еще что-то, потому что накрывает так, что ты вообще, то есть крышка вот слетает с тебя, и ты вообще не осознаешь даже того, что ты делаешь. Ты не осознаешь вообще своего вот этого поведения. И то есть в этот момент лучше уйти в другую комнату, не знаю, попить водички, ополоснуться холодной водой, ну, как-то вот себя успокоить. Она не успокаивалась сама. То есть она себя доводила до такого состояния, что это был как реально нервный срыв с хлипами, и она потом еще могла час, то есть я ее даже могла уложить, она после этого засыпала, и она после этого еще схлипывала. Дальше уже, когда там ближе к двум годам, началась вот эта фишка у мамы, она так долго сосет соску, уже надо ее отучать. Разнос устроила, я подумала, ну, может быть, я правда не права, может быть, правда ее надо отучать, но я реально в тот момент понимала прекрасно, что мой ребенок, ну, она не готова. А силуком забрать у ребенка соску, чтобы она потом истерила, и у нее стресс был, ну, для чего это? Ну, как бы ты, мама, ты все равно понимаешь, для чего созрел твой ребенок, для чего еще мозг его просто не варит. И в полтора года я забрала у нее соску, попробовала, началась такая истерия, и эта истерия была не в проявлении характера, то есть это реально для ребенка было тяжело. У каждого ребенка свой период для чего-то. То же самое у нас касалось горшка. Когда уже там мамочки на площадке говорили, ой, мой ребенок там в полтора года уже чуть ли не какает в этот горшок, а ты понимаешь, что ты еще и вообще как бы, ну, ты ее пыталась высаживать, ну, и по барабану. Ближе, в общем-то, к трем годам, как рубильник, наверное, срабатывал, и она хоп, и сразу же все понимала. Дальше у нас как раз таки начался сад, и не все дети садовские, не все дети готовы к саду и в три, и в четыре, и в пять. Я думала, что это, в общем-то, все зависит от родителей, как ты подготовишь своего ребенка к саду, как ты для него преподнесешь эту информацию, но оказалось на деле все абсолютно не так, все казалось гораздо сложнее. В два с половиной мы пошли в сад, естественно, мы болели. У нас бывали такие моменты, что мне звонили воспитатели, говорили, у вашего ребенка 38, придите, заберите. Я ему, блин, опять заболела, прихожу за ней. Дом у нас в двух минутах от сада, я прихожу за ней, забираю, мы приходим с ней домой. Я меряю ей тут же температуру, температуры у нее нет. И так было несколько раз. Еще я замечала у своего ребенка дикий запах ацетона изо рта. То есть это, скорее всего, на нервной почве, и изложивание организма происходило у нее. Питателями тогда разговаривала, и они мне какие-то там советы подсказывали, то есть обыгрывайте это дома, играйте в детский сад, ну, то есть там хорошо, то есть какую-то закладывайте ей базу, того, что садик это хорошо, как бы в нем так же хорошо, и мама тебе не бросает, мама все-таки просто работает, и все равно до нее это не доходит, и в какой-то момент, опять же, срабатывает рубильник, и все просто идеально становится. То есть с Нового года, получается, вот были новогодние каникулы, и после Нового года она прекрасно пошла в сад. В принципе, мне кажется, у большинства детей именно так. Вы думаете, что вы разговариваете со стеной, а на деле получается, что эта стена потом рухнула, и все, что вы вложили вашему ребенку в голову, оно у него реально в голове. Есть еще такой немаловажный момент, с которым я, к которому я пришла так же не очень-то давно. Что бы ты ни сказала своему ребенку, уберись, закрой рот, сделай так, сядь вот так, ребенок должен беспрекословно выполнять. Это тоже неправильный абсолютно подход, но на мой взгляд, мне пришлось объяснять, почему так, что так, почему, что, зачем и почему. То есть, без вот этой информации мой ребенок не готов выполнять абсолютно ничего. Как-то она, в общем-то, плохо ела, и мы сказали, все, мультики выключаются, ты доедаешь, потом идешь играть. Сел кушать муж, а ребенок еще не вышел с кухни, хотя она уже поела. И она села на диван, и папа включает телевизор, и она говорит, папочка, я хочу мультики, а папочка говорит, а я хочу свою передачу. И вообще, как папа сказал, так и будет. И тут, мне кажется, у ребенка взрыв мозга происходит, потому что он не понимает, на каких основаниях вообще это все происходит. Он же не понимает, ты можешь ему объяснить, что папа работал, папа устал, папа очень хочет. Ну, то есть, какие-то такие моменты, у ребенка нет понимания, почему я должен это делать. Дальше мы перейдем с вами на площадку. И вот мы все-таки приучаем детей, да, к тому, что с вами игрушками нужно делиться, вот у тебя там выхватывают, ну, поделись. И я тоже к этому недавно абсолютно пришла, что это неправильно, потому что то же самое, если вы, скажем так, спроецируете данную ситуацию на себя, то на каких основаниях вы должны делиться своими вещами. И я не знаю, вы видели или нет, сейчас гуляют видео по интернету, да, что бы было, если бы дети вели себя как взрослые, посмотрите его обязательно. Поэтому сейчас я Полине говорю, если ты хочешь, вы играетесь вместе, если ты не хочешь, вместе вы не играетесь, расходитесь, чтобы не было ни драк, ни ссор, ничего. Если у тебя просят игрушку, не хочешь давать, все, значит, расходитесь, отходите по разному улам, вместе не играйте. То же самое касается того, что мой ребенок подходит к какому-нибудь другому ребенку, и она, привет, меня зовут Полина, как дела, давай играть, а ребенок так на нее косым взглядом смотрит и уходит от нее. У моего ребенка возникает просто полное непонимание, шторка просто опускается, она говорит, мама, почему? Опять же, я ей объясняю о том, что с тобой не все могут дружить, играть и делать то, что ты хочешь. То есть, если ты не видишь, что с тобой ребенок идет на контакт, все, ищи себе другую жертву. Ну, я, конечно, так ей не говорю, но тем не менее. И я сейчас вижу, насколько у меня ребенок реально коммуникабельный. То же самое касается того, что я много наблюдала, таких ситуаций, и сама, собственно, так делала, когда у меня ребенок был чуть помладше, то есть, это когда либо забрали игрушку, либо ударили, либо какая-то стычка произошла между детьми в песочнице, и твой ребенок был неправ, или, да не важно, в общем-то, она кричит, у нее обида, у нее слезы, и в этот момент самое, что она от тебя хочет, это там, чтобы ее пожалели, да, и поддержали, как минимум. Многие начинают сначала либо ругать, либо бывают там по жопе хлопнув, что ты там упала, я тебе говорила, не ходи туда, не делай этого, я сама точно так же делала. Сейчас я понимаю просто свою вселенскую глупость, что так делать было нельзя, и что нужно было ребенка сначала успокоить, потому что для ребенка очень важно быть понятым, и быть, чувствовать вот эту поддержку. Первую очередь, успокоить ребенка, поддержать его, сказать, тебе там больно, давай там поцелую, помажу. Ну, я, конечно, все равно иногда продолжаю говорить, я же тебе говорила, там, не ходи сюда, там, но не со злобой, а именно с спокойным тоном, в общем-то, она успокаивается, и только потом я начинаю объяснять ей ситуацию, в которой она, например, была не права, что вот если бы она вот этого не сделала, бы ребенок бы ее, например, не ударил, или он бы не забрал у нее, или еще что-то. Путем разговоров, разбора ситуаций, мы добиваемся каких-то с ней вместе результатов, достаточно положительных, как я считаю. Также важно понимать, что дети копируют вас, от этого никуда не деться, и благодаря моему ребенку, я, конечно, прошла этап модернизации себя, поменялось у меня мировоззрение, отношение к миру, отношение к детям, отношение вообще к другим людям, какое-то пришло более понимание и осознанность, когда ребенок что-то делает, и ты не понимаешь, почему он так делает, нужно посмотреть на себя, я часто с собой разговариваю, сама с собой, внутри себя, особенно, когда дело касается ребенка, то есть вот она вот так вот себя ведет, в какой-то там ситуации, я начинаю анализировать, ага, я же сама себя так вела, ну что ты ждешь от ребенка, причем я даже видела в ней манерность того, как она разговаривает с папой, ну у нас, конечно, там бывают какие-то там стычки, да, с мужем, и мы можем говорить на повышенных тонах, и, конечно, к сожалению, это происходит перед ребенком. И я несколько раз видела, как Полина разговаривала с папой точно так же, с таким же повышенным голосом, с таким же, как сказать, требовательностью, когда вот мы с мужем выясняем отношения, точно так же с ним разговаривала, как я с ним разговариваю. и я ей говорю, Полин, так вообще с папой не разговаривают, а потом ты так, хоп, а кто виноват-то, собственно, это не ее прихоть, она все скопировала с тебя, отношение к миру, отношение к еде, отношение к животным, отношение к экологии даже, да, там мы приучаем ребенка, что там, если ты насорил, если ты что-то ешь, обязательно это нужно выкинуть в мусорку. Я думаю, многие слышали, да, о том, что я потратила всю свою жизнь для того, чтобы воспитать вас, для того, чтобы муж у меня был накормлен, наглажен и так далее и тому подобное, и потом в конце вы просто оказываетесь у разбитого корыта, у меня есть несколько таких живых примеров, поэтому о детях нужно заботиться, любить, так же, как и о муже, но нельзя забывать про себя, нельзя забывать про свою самореализованность, нельзя забывать о своих желаниях, нельзя забывать о том, чего вы хотите на самом деле, и, скажем так, пытаться это уместить в вот эти реалии нашего мира, вот что-то такое мое маленькое, да, сокровенное, то, куда я могу погрузиться, да, не беря в расчет ребенка и мужа, и в заключении хотела бы сказать, конечно, информации очень много, от мам, от бабушек, статьи различные, врачи, ютуб и так далее и тому подобное, но вы должны понимать, что когда вы это все изучаете, из этого всего вы должны выжимку какую-то, оттуда по чуть-чуть, оттуда по чуть-чуть, оттуда по чуть-чуть, что конкретно для вашей ситуации подходит, подходит для вас, для вашего ребенка, для вашего стиля жизни, и только потом уже применять эти правила в действии, и для детей очень важно, особенно для детей очень важно, особенно для двух лет, ваша любовь, ваша забота и поддержка, все, не важно, сколько вы время проводите с ребенком, важно качество проведенного времени, потому что можно 24 часа в сутки быть с ребенком, и абсолютно ничего ему не давать, просто рядом находиться, а можно полчаса провести качественного времени с ребенком, и дать ему очень много, при этом ребенок будет чувствовать себя полноценно, вот, мамочки, в общем-то, берегите себя, берегите свою нервную систему, потому что это залог успеха, и хорошей погоды, в общем-то, в доме, в вашей семье, я вас люблю, целую, пишите свои комментарии, где вы себя увидели, в чем, и мы увидимся с вами в новых видео, субтитры,